Вот одна из самых интересных картин купеческого Нижнего. По этим крышам очень хорошо видно, насколько здесь, рядом со стрелкой, недалеко от Нижегородской ярмарки, где прибывают товары, плотно стоят дома. Это вообще для конца 19-го, начала 20-го века не очень характерно. Говорит о том, что здесь земля очень дорогая. На самом деле вот эти участки едва ли не самые дорогие во всей империи, включая Санкт-Петербург, Варшаву, всю Финляндию. И это на самом деле показатель того, что Нижний Новгород, он действительно торговая столица Российской империи. Изначально Нижегородскую ярмарку собираются строить в верхней части города, примерно между Печорской Слободой и селом Высокого. Это вот там, где сейчас Донецкое, Фруктовое. Не получается по разным причинам. Во-первых, здесь очень крутой подъем от реки. Поднимать по нему товары было бы, ну, очень тяжело. Водопровода здесь нет, строить его очень дорого, по тем деньгам миллионов десять. Ну, а самое главное, транспортная артерия Волга, по которой доставляют все товары. Она в этом месте отходит очень далеко от берега. Сейчас река Швонги. Ведь вот эта, ближняя вода, это всего лишь грибной канал, который выруют гораздо позже. Природа сказала свое веское слово, и Нижегородскую ярмарку здесь так и не построят. Но, если бы первоначальный план удался, и здесь стояла бы Нижегородская ярмарка, то там, где до сих пор не так и много домов, еще в 19 веке была бы плотная застройка и жителей 400 тысяч человек. Это больше, чем сейчас в Держинске. Назначенный строителем ярмарки инженер Бетанкур выбрал пологое место около слияния Аки с Волгой. Император Александр I приостанавливает строительство Зимнего дворца в Санкт-Петербурге и передает полтора миллиарда рублей, осигнованные на дворец, для строительства Нижегородской ярмарки. На самом деле решение государя было глубоко продуманным, отнюдь не случайным. 1815 год, окончание эпохи Наполеоновских войн. В Европе установился мир, как ожидалось, мир вечный. Создана группа государств, которые должны были поддерживать вот этот общий европейский порядок. В условиях мирного сосуществования Россия становится одним из организаторов этого нового миропорядка и выдвигается на первое место не только в военно-политическом смысле, но старается занять должное место в экономическом смысле. Российские товары начинают пользоваться спросом в разоренной Европе, а вдобавок географическое положение России между Европой и Азией. В этом смысле Макаревская ярмарка, перенесенная в Нижний Новгород, становится ключевым экономическим рычагом взаимодействия с Европой. Поэтому государь совершенно продуманно и логично перенес денежные средства со строительства дворца на строительство ярмарки. Уже в 1822 году на Нижегородской ярмарке впервые торгуют в новых корпусах. В середине главный ярмарочный дом с широким проездом для экипажей. Вот он. Здесь никаких дверей, тем более стеклянных, конечно, не было. Сюда внутрь проезжали кареты с гостями, телеги с товаром, а по бокам от главного ярмарочного дома торговые лавки. Общим числом порядка двух с половиной тысяч. Сейчас такое количество даже представить сложно. Ну, скажем, на территории современной Нижегородской ярмарки, причем довольно большой, такое количество вряд ли бы убралось. Через АКУ налажено сообщение уже не по примитивному, наплавному мосту, а по солидному, как бы фундаментальному. Хотя и этот, состоящий из восьми барж длиной 510 метров, приходится на ночь разводить для прохода судов, так что, строго говоря, он тоже наплавной, а не навесной. И все же это самый длинный мост в России того времени. Под все территории ярмарки была устроена канализация для спуска сточных вод. Это соединяющиеся между собой галереи с постоянно текущей водой. Нижегородская канализация первая не только в России, а и во всей Европе. В Париже канализация появится только через несколько лет. Количество людей, проходивших каждый год летом через Нижегородскую ярмарку, сопоставимо с населением крупного европейского города. Да еще вдобавок, учтите, это летние месяцы, когда угроза эпидемий из-за плохого качества воды возрастает многократно. Да вдобавок еще в Поволжье эпидемии в прежние эпохи бывали неоднократно. Через наш регион прошли эпидемии чумы. Холера на протяжении всего 19 века была бичом. Поэтому правительство совершенно справедливо, логично, уделяет внимание именно канализации, чтобы предотвратить эпидемии. Кстати, весьма успешно. На ярмарке эпидемии не было. Ярмарка активно работает два месяца в году. Флаги поднимают 15 июля. Но товар везут значительно раньше. Из Китая чай, из Бухары, Узбекистана хлопок. Персия продает шелка, жемчуга, сушеные фрукты. Турция – кофе и табак. Западная Европа – сукно, краски, вино, сахар, предметы роскоши. Отечественные купцы торгуют железом, мылом, рыбой, кожами, мехами, изделиями из стали. Нижегородская ярмарка – это такой в современном понимании огромный международный торгово-развлекательный комплекс. Здесь действует правило – днем торговля, вечером и ночью развлечения. Для возвышенной публики в ярких, нарядных киосках показывают лубочные комедии и всякие иностранные новинки, вроде механических игрушек. Народ попроще зазывают в балаганы со сказочными персонажами. Ну а совсем уж простаки довольствуются каруселями. Нижегородская ярмарка к середине XIX века представляет собой огромный город с правильными, довольно широкими, мощенными улицами. Их было около 30 освещенными фонарями. И площадями. Их было 8. Спасская, Магометанская, театральная, армянская, самокатная, главная и торговая. На ее территории 5520 лавок, 16840 магазинов и торговых складов, размещенных в 96 торговых рядах. В 1822 году их было 42. 7 маклевских контор, 29 трактиров, 78 харчевин, 10 торговых бань, 6 цирюлин, 5 портных балаганов, 35 кузнец, 43 постоялых двора, 21 питейная выставка, 42 кухни, 10 фотографических балаганов. При ярмарочной конторе пожарная команда. Один брандмейстер, два унтер-офицера и 24 рядовых. И воинская команда. Обер-офицер, 4 унтер-офицера и 55 рядовых. Кроме того, для охраны ярмарки на время ее торговли ежегодно присылают городскую полицию и казачью команду из 300 человек. С 1839 года 571 человек. Последняя предназначается для содержания пикетов в окрестностях ярмарки и по большим дорогам в целях охраны товаров, прибывающих на ярмарку сухопутным путем. С открытием ярмарки захолустный Нижний Новгород преобразился. Заработки населения выросли, сам город приобрел значение внутреннего порта государства. Уже в 30-х годах 19 века общеизвестным становится выражение «Петербург – голова России, Москва – сердце России, Нижний – карман России». Торговая столица империи в расцвете. До краха остается меньше века. Размах тогдашней Нижегородской ярмарки поражал современников. Если сравнить с населением губернского города Нижнего Новгорода, господи, население этого города не превышало нескольких десятков тысяч человек. За летние два месяца через ярмарку проходило порой до двух миллионов человек. Вдумайтесь, у нас до сих пор население Нижнего Новгорода не достигает такого количества. И естественно, что для этого количества, для этой массы людей планировались и весьма успешно вводились в строй и бараки для временного проживания, и гостиницы для публики почище, и развлекательные заведения. Театр появляется, цирк появляется на ярмарке гораздо раньше, вплоть до того, что особый кадр ярмарочной полиции включал в себя лучших, наиболее подготовленных специалистов по борьбе с преступностью. На территорию ярмарки приезжали, ну, пожалуй, легче перечислить, кто вообще не был там из представителей тогдашней элиты. Естественно, что вот это процветание казалось все на века, и ничто не предвещало грядущего краха. Хотя проблемы для вдумчивого аналитика уже отмечались в те времена. Смотрите далее. Начало волжского пароходства. Лодка с печкой. Бурлаки на Волге. Революция 1905 года. В 1820 году вся ярмарка всполошилась от невиданного раньше зрелища. Ментнулась к реке. Здесь, по воде, плывет лодка с печкой. Это первый волжский пароход, построенный уральским заводчиком Всеволжским. Он против течения развивает скорость в 4 версты. Это чуть больше 4 километров в час. Для первой половины 19 века, когда все суда против течения с черепашьей скоростью тянут бурлаки, пароход – это сверхскоростная машина. Уже через два года на Волге появляются еще два парохода, а по оке пущен пароход, построенный на Выксунском заводе исключительно из русских материалов. Правда, вскоре окажется, что для таких судов время в России еще не пришло. Мастерских нет, запчастей тем более. И через 10 лет после первого триумфального появления парохода около Нижегородской ярмарки все 8 работавших на Волге судов продаются на слом. И только еще через 15 лет пароход прочно и надолго обоснуется на российских реках. Но и тогда спрос на бурлаков останется довольно высоким. Они дешевы. Сказать, что труп бурлака тяжел, значит практически не сказать ничего. Во-первых, нужна большая физическая сила. Они же наваливаются грудью на ременные петли и тянут против течения большое груженное судно. Происходит это так. Правой ногой делают шаг вперед, а потом подтягивают к ней левую. По-другому идти просто не получится, это слишком тяжело. Самый сильный идет впереди и называется шишкой. Рабочий день бурлака примерно 18 часов с небольшими перерывами на обед. До Рыбинска 454 версты идут обычно около 20 дней. После чего спускаются на легкой лодке обратно в Нижний Новгород и могут наняться на другое судно. У некоторых артелей случается до четырех рейсов в навигацию. Бурлаки из крестьян обычно ходят два раза, спешат домой к сенокосу и жатре. Прибыльность профессии, мягко сказать, никакая. Примерно треть бурлаков получает мизерную плату, радуясь и этому. Еще треть довольна тем, что ее кормят во время работы и не приходится голодать. Оставшиеся после сплава возвращаются домой в лохмотьях и кормятся в пути подаянием, не заработав ничего. Наш регион, вы же понимаете, земля была, далеко не во всех уездах земля была хорошая, хорошая почва. Не было возможности земледелием заработать себе на жизнь. Приходилось уходить на отхожие промыслы, куда-то. Куда? Смешно сказать, одним из отхожих промыслов было профессиональное нищенство, характерное для некоторых властей Семеновского уезда. Вот одним из приложений, усилий была как раз ярмарка. Готовы были за копейки работать там, чтобы хоть как-то прокормить себя. А в регионе с рискованным земледелием часто и не урожай. А если не урожай приходится на предыдущий год, люди, чтобы хоть как-то прокормиться, зная, что дома никаких запасов нет и не предвидится их, они были довольны тому, что их хотя бы кормили здесь. Сегодняшнему нижегородцу вообще сложно представить себе старый Нижний. Во-первых, он купеческий, а не промышленный, как сейчас. Ну и вообще, в Нижнем Новгороде 21 века, скажем, почти нет гостиниц. Только-только эту сферу развивать собираются. А в Нижнем середины 19-го столетия всевозможных постоялых дворов очень много. Это все-таки ярмарочный город. И как следствие, еще одна распространенная в Нижнем профессия – извозчики. Поскольку приезжих великое множество, то и тротуары возле гостиниц сплошь заняты экипажами. Причем пустыми. Извозчиков неофициально зовут кузнечевцы. Они сплошь жители деревни Кузнечиха. Скучать на козлах у входа извозчики, конечно, не любят. Они собираются компаниями и играют в шашки. Прямо на тротуаре рисуют доски. Вот, углем. Он валяется на каждом шагу. Все-таки печное отопление очень хорошо развито. Вечерами на главных улицах зажигают фонари. Топливо для них – конопляное масло. Керосин появится только в 60-х. Причем масло это очень сильно и неприятно пахнет. В него бросают дохлых крыс, чтобы, в принципе, съедобное конопляное масло не разворовали вечно голодные фонарщики. С открытием в Нижнем Новгороде ярмарки город развивается невероятными темпами. Благо, денег здесь крутится очень много. И к 20 веку Нижний уже не просто один из крупнейших в России. Он один из передовых в мире. В 860-е годы, эпоха великих реформ Александра II, отменено крепостное право. Появляются свободные рабочие руки, уже не связанные волею помещика, готовые наниматься на работу и работать дальше. Появляются инициативные люди, которые опять-таки не связаны волею помещика, которые готовы вкладывать свои накопленные средства в развитие производства. Это в значительной мере стимулирует развитие торговли вообще и Нижегородской ярмарки в частности. И поэтому период второй половины XIX века по праву можно считать расцветом ярмарки. А процветает ярмарка, естественно, что развивается и Нижний Новгород. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА В 1896 году город принимает Всероссийскую торгово-промышленную выставку. К этому событию в Нижнем Новгороде запускают трамвай, второй в Российской империи после Киева. На выставке демонстрируется первый в мире радиоприемник инженера Попова и первый в мире гиперболоидная башня и стальные сетчатые оболочки перекрытия инженера Шухова. В это время город, безусловно, еще купеческий, торговый. Но и промышленность, рабочий класс уже чувствуют свою силу. Зарождение промышленного Нижнего Новгорода начинается параллельно с развитием купеческого. В 1849 году в селе Сормове строят крупное промышленное предприятие. Оно позже станет известным как Сормовский завод. В советское время завод «Красное Сормово». С 1850 года здесь выпускают речные пароходы, освоив до революции новые виды продукции. Различные машины, железнодорожные вагоны, паровозы, теплоходы, трамваи. Благодаря заводу Сормово вскоре превращается в большой рабочий поселок. И, как сказал Ленин, 1905 год – это ведь всего лишь генеральная репетиция. Для Сормова это не просто слова. Вооруженное противостояние унесло, по официальным данным, 38 человек убитыми. Ранения получили 50 человек. Но это официальные данные. Реальные потери революционеры скрывают, спасаясь от преследования властей. В советской истории эти события назовут декабрьским вооруженным восстанием 1905 года. Редактор субтитров А.Семкин Так, под грохот артиллерийской канонады и свист пуль закончился 1905 год. Символично, что начинался он для Сормовского завода большими пожарами. 3 января горит лесопильный цех номер один с деревообделочной мастерской. Через неделю новый пожар. Горит модельный склад. Весь год завод будоражит забастовки из тачки. И если в начале года требования в основном носят экономический характер, поднять подъемную плату, повысить расценки по профессиям, то в дальнейшем все мощнее звучит требование политических свобод. Сказывается активная работа социал-демократов. Один из признаков силы социал-демократов. Несмотря на все усилия тогдашнего Нижегородского охранного отделения, в Сормовскую организацию РСДРП так и не удалось внедрить провокатора. В феврале для выработки правил и общей программы рассмотрения нужд и пожеланий, касающихся всего завода, заводу управления предлагает выбрать рабочих депутатов. В конце февраля на рабочих собраниях из 25 цехов выбрано 170 рабочих депутатов в Совет Уполномоченных. Совет выдвигает требования из 49 пунктов на имя директора Сормовских заводов Алексея Павловича Мещерского. Здесь буквально все. От 8-часового рабочего дня до бесплатного проезда по Сормовской железнодорожной ветке как для мастеровых, так и для их семейств. Резолюция депутатов краткая и жесткая. В недельный срок дать ответ. В случае неудовлетворения этих насущных потребностей, основанных на законном желании рабочих создать для себя маломальски сносные условия жизни, уполномоченные слагают в себя ответственность за дальнейшие действия рабочих. Конец цитаты. Обратите внимание, коренное различие между теми работниками, готовыми за гроши работать в 860-е годы, бывшие крепостные, выброшенные в непривычную жизнь, и сорновские рабочие, формально вроде бы потомки тех же самых крестьян Балахнинского уезда. Но насколько выросло самосознание людей за 4 десятилетия, неполные полвека, эти люди за гроши работать отказываются. Они требуют не просто оплаты, достойной оплаты, они еще и требуют достойных условий жизни и труда. Завод управления, конечно, пойдет на уступки. Ведь срыв заказа морского министерства, министерства путей сообщения, означает громадные неустойки и, в принципе, потерю заказчика. А в это время руководство акционерного общества Сормова ведет уже вполне успешные переговоры на получение дальнейших крупных выгодных государственных заказов. В 1905 году на стапелях Сормовского завода строится 21 судно, а параллельно с судостроением ведется паровоза и вагоностроение. В год выпускают около 200 паровозов разного вида и 500 вагонов. В июне 1905 года выпускается тысячный паровоз Сормовской постройки. Обдумав серьезность положения, завод управления решает удовлетворить большую часть требований рабочих. В некоторых цехах вводится 8-часовой рабочий день, а в остальных сокращенный на полчаса. Введен сокращенный рабочий день накануне воскресных и праздничных дней. Помимо обязательных по закону праздников установлены выходные дни 19 февраля, 1 и 9 мая, 29 июня, 30 августа, 1 октября, 6 и 24 декабря. Еженедельная выдача зарплаты, отменены штрафы за неисправную работу, порчу и утрату инструментов, за прогул до 3 дней, за опоздание до 15 минут. О невиданных привилегиях сормовских рабочих пишут газеты и журналы. С развитием завода Сормова разрастается, увеличивается его население. К 1905 году построено новое здание завода управления в стиле модерн. Уже работает каменное здание крупнейшей в России церковно-приходской школы. Возведен величественный Спасопреображенский собор. Работает клуб служащих с театральным коллективом. Народная столовая-читальня ведет большую просветительскую работу. Мостятся улицы, строятся добротные каменные двухэтажные дома. В лавке общества потребителей наравне с продуктами в свободной продаже револьверы системы «Наган» по 7 рублей 20 копеек. Оружие продавали повсеместно, но не все его покупали. Настал момент в истории Сормова, когда это оружие оказалось востребованным. В обстановке глубочайшего системного кризиса, начавшейся революции 1905 года, парадоксальному факту, восставшие сормовские рабочие, судя по документам, сохранившимся в архиве, в том числе полицейским документам, зачастую выступали в роли, обеспечивающих стабильность и порядок на улицах. Полицейские, которые, к слову сказать, терпеть не могли жандармов, и с большим опасением относились к идее ввода в войск, полицейские, знавшие изнутри жизнь большого города, знавшие криминал в этом городе, они подчас обращались и советовали обывателям обращаться за помощью к Сормовской дружине. Именно сормовичи обеспечили порядок на улицах Канавина, не допустив погрома и грабежей. Именно сормовские рабочие обеспечили порядок и в Нагорной части города, когда обстановка здесь была очень тревожной летом 1905 года. Это парадоксально, но это факт. Смотрите в следующей серии. Октябрьская революция в Нижегородской губернии. Расстрел священников на Мочальном острове. Крах торговой столицы Российской империи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин